Ребята, всем здорово! Саночка на связи, я в новом амплуа, ребята, мне чайка свой любовный кабачок пожертвовала, как бы для, так скажем, реквизитов. Сейчас мы с вами прослушаем, ребята, какие мы мужчины зависимые от чайочек, но тем не менее, напомню вам еще раз, ребята, про свою закрытую группу и телеграм, потому что уже мне лично заблокировали аккаунт AdSense, ребята, российские, вот, и поэтому, как бы, я чувствую, что скоро будет ответная мера, ребята, и ютубчику будет блокировка, ребята, к сожалению, конечно же, большому. Я в любом случае здесь останусь, ребята, но я не знаю, как вы сможете смотреть меня и вообще других блогеров, там, и вообще ютуб, там, и так далее, ребята. В любом случае, телеграм остается, там это все есть, весь мой контент и плюс куча эксклюзивного контента, там, мои подходы, свидания, там, общение с женщинами, там, знакомство, там, и так далее, в закрытой группе, конечно же. Плюс там сейчас большую скидку, я специально вот это вот к этим печальным всем событиям сделал, 80% скидки на год, там она составляет всего лишь 1000 рублей, ребята, за год, вот, это меньше 100 рублей в месяц, ребята, поэтому подписывайтесь, будем оставаться с вами на связи, плюс там кучу интересного, полезного, эксклюзивного контента получите, вот, а вообще это все печально, ребята, вот эти все блокировки, шмовки, это все печально, но в любом случае, ребята, работу мы продолжаем, вот, и мужское движение будет жить везде, всегда, я вам это обещаю, то есть от себя я сделаю все, чтобы мужское движение жило, а теперь поехали, ребята. А что ты взамен можешь ждать, знаете, девочки, я в ахере с того, что вы не знаете, как отвечать на этот вопрос. Я, когда писала статью, что может дать девушка, просто, ну, посмотрите, сколько она может всего дать, давайте пройдемся, самое банальное, это переб**ть, да, давайте вот честно посмотрим на статистику, какое количество эск***н и какое количество эск***н. Все мы прекрасно понимаем, что количество девушек в этой сфере намного больше, чем мужчин, о чем это говорит? Это говорит о том, что мужикам нужно это больше, чем девушкам. Самое дешевое 100 долларов, если мужику надо каждый день в месяц, это получается уже 3000 долларов. Дальше убирать, готовить, мыть посуду, мыть полы и так далее и тому подобное. Сколько стоит домработница? Я думаю, приблизительно будет минимум 25 тысяч гривен. Это минимум. Вы скажете, в смысле? Так это же может мужчина самостоятельно сделать, у него есть руки и ноги. Так какого хрена, когда в его жизнь приходит женщина, это начинает выполнять женщина, а не он? Что вы на это ответите? Хорошо, это самая фигня, а вот об этих потребностях что вы можете закрыть? Давайте пройдемся. Первое это красота. Мужикам надо девушка, красоточка, как бы все вокруг понимают, что вот это моя девушка, а вы можете только на ее смотреть. То есть они хотят продемонстрировать такой свой статус. Далее какая потребность есть? Потребность товарища по отдыху. То есть мужчина хочет себе рядом какую-то девушку, которая будет разделять его какие-то увлечения, хобби и просто классно проводить с ним время. Также мужчине нужна какая-то поддержка, чтобы его могли выслушать, потому что зачастую именно у женщин более развит эмоциональный интеллект. Именно женщины умеют поддерживать, вдохновлять и мотивировать. Поэтому еще одна потребность это мотиватор. Ребята, прочитайте какую-то книжечку о коучинге. Поверьте, если вы сможете направлять своего мужика, позволять ему достигать каких-то целей, навязывать даже ему какие-то цели, он достигнет больших вершин. Просто вы, ребята, не умеете это делать. Вы дохера чего можете закрыть. Далее, что вы еще можете? Конечно же, благодарность, восхищение, чтобы мужчина ощущал свою значимость, признание, чтобы он понимал, что он не зря это все делает. Чтобы его усилия ценили, чтобы его поддерживали в трудные минуты, когда он хочет опустить руки. Это очень-очень важно. Это очень поднимает дух отцовства. Некоторые мужчины хотят завести семью свою, хотят детей, хотят продолжить род. Вы знаете, сколько стоит 40 мая? Ой, а посмотрите, у вас глаза 5 копеек, когда вы увидите цены. У мужчины также есть потребность быть любимым и любить. У мужчины также есть потребность быть нужным. Почему мужики, когда выходят на пенсию, они быстрее поебали? Почему? Потому что им нехер чем заняться. У мужчины такая природа, что им надо чем-то заниматься, им надо что-то достигать. Да, им нехер чем заняться, они сходят с ума. Что же еще может дать женщина? Посмотрите на свой род деятельности. Чем вы вообще занимаетесь? Пусть вместе я занимаюсь в маркетинге, но я занимаюсь еще картами Таро и в духовности. То есть я могу мужчину поднять на какой-то более высокий уровень духовности. Я могу ему подсказать на картах, а стоит тебе соглашаться на такую сделку или не стоит. Я могу в сфере маркетинга как-то помочь, что-то продвинуть. Поверьте, сейчас всему нужна реклама. То есть вы смотрите, чем вы вообще занимаетесь, какие услуги вы можете предоставить своему мужику бесплатно. Ребята, прикиньте себе, на самом деле вы дохера чего можете дать в ответ. Просто вам, мужики, навязали, что вы никто, что вы только для этого и все. Вас обесценили? Ну мы хотим по любви. Ты что, какая-то ш... читаешь сейчас тут все? А, то есть вот это вот, вот эти вот все потребности они называют любовью. Скупица, кухарка, уборщица, пральщица, психолог, коуч, мотиватор, любимая жена, инкубатор, друг, товарищ по отдыху. То есть вот это вот все женщина в себе совмещает. Это называют они любовью. Охеренно придумали, ребята? Ох, ребята, эмоциональный интеллект опять. Да где же они это берут-то все? Господи, что ты будешь делать? Сейчас я знаю, со мной начнут бодаться. Типа, саныч, эмоциональный интеллект существует? Конечно, конечно. По-любому, да? Это какой-то трэш. Ребята, опишите мне словами, что такое эмоциональный интеллект. Сейчас я говорю, типа, это возможность распознавать эмоции. Ребята, это всего лишь ваш интеллект и логика. Общий интеллект ваш. Вы понимаете, что нету-го, так сказать, отделов интеллекта, там, эмоциональный. Ну, чисто из логики. Если есть эмоциональный интеллект, значит, должен же быть и неэмоциональный интеллект, да? Вспыльчивый интеллект. Эротический интеллект. Сколько у вас интеллектов, ребята? Напишите в комментариях. Ребята, вы понимаете, что вот это тот бред, типа, эмоционального интеллекта, вот эти личные границы, абьюзер, газлайтинг. Ребята, это психологические тренды 21 века. Вы понимаете, что нужны специальные словечки, на которые нужно под... Не только словечки, фразы, словосочетания, предложения, на которые нужно подсаживать клиентов. А он не уважает твои личные границы. Что такое личные границы? Скажите мне, пожалуйста, где они указаны, как, куда? Что такое личные границы? Есть неприкосновенность человека, есть его права, свобода и так далее. Что такое личные границы? То есть, под это понятие, подопределить можно абсолютно все. Хоть ты плюнул в него, хоть ты сказал ему, здравствуйте, ты нарушаешь мои личные границы, ты абьюзер. Ты мне не той интонации сказал, здравствуйте. Я бы хотела, чтобы ты мне говорил более нежным голосом, а иначе ты абьюзер, ты нарушаешь мои личные границы. Ребята, понимаете, что это заманухи все? Не ведитесь вы на эту чушь. Ладно, это все фигня. Дальше, по поводу вот этих всех похвалы, вот чувства, знаете, вот, ребят, такое чувство, будто собаку дрессируют, вот это, его нужно направлять, его нужно мотивировать, его нужно хвалить, помогать, ну, вот это такое, короче, типа, там, да, направлять в нужное русло, типа, вот такое чувство, будто мужчина, это вообще не самостоятельный момент. Ребята, я вам просто посоветую от доброй души, работайте над своим уровнем тестостерона. Во-первых, пойдите его замерите, что у вас с ним там происходит, потому что сейчас, ребята, вы понимаете, в наше время, очень низкий общий уровень, показатель по больнице, уровень тестостерона у мужчин. А отсюда, ребята, неуверенность в себе, вот эта вот нуждаемость в похвале, чтобы тебя направляли, контролировали, там, тебе помогали, мотивировали. Вы понимаете, что мужчина, это самостоятельная личность, это самец, который не нуждается, ни в какой похвале, он замотивированный своими целями, своим огнем внутри и мотивация от какой-то чаечки, ни холода, ни жарка. Это сейчас я очень мягко выразился, ребята. У него цель самочек только любить во все щелочки, любить безгранично. Что еще будет повышать ему уровень тестостерона, и он будет дальше идти к своим целям. Если же он, ну слушайте, ну это как собак, дрессерок о собаке, да, погладили, это там кусочек, колбаски дали, типа, о, ты хороший, хороший, давай вперед, фас, фас, давай, чисто по командам, это не мужчина. Помогать, направлять, чайки, я вам сейчас открою, может быть, большую тайну, может быть, вы за это не полюбите меня, хотя, в принципе, некоторые чайки любят, некоторые нет, но я вам скажу сейчас ситуацию, где вы действительно можете помогать и направлять, это соите, там, где вы можете взять его в ручку, тот самый орган, и направить его, чтобы не промазать, там, чтобы никуда вбок, вот прям направить его туда, вот прям ваша помощь здесь будет незаменимая, вот умничка вообще прям направила, как бы, и все пошло туда, куда надо, молодец, но в жизни же направлять, мотивировать, там, и так далее, почему меня не надо ни на что направить, у меня есть свои цели, свои мотивации, я сам себе ставлю задачу, сам ее достигаю, я сам знаю, зачем я это делаю, ребят, а когда у человека, у мужчины, низкий уровень тестострона, у него появится вот эта вот сопливость, плаксивость, вот эта вот неуверенность в себе, никакой агрессии, вот эта такая, знаете, неплохая агрессия, такая, черная, есть такая вот, она яркая агрессия, знаешь, я добьюсь поставленных собой целей, понимаете, вот эта вот агрессия такая, спортивный интерес такой, вот это должно в мужчине преобладать, ему нафиг что-то похвала не нужна, у него есть цель, понимаете, а цель это святое в жизни, поэтому такие дела, поэтому, когда, знаете, просто подобрайте душевную вам советую, ребята, если вы чувствуете в себе, что вас нужно мотивировать, чтобы там девочка тебя погладила, ребята, просто поработайте над своим уровнем тестостерона, когда вы его выведите на должный уровень, у каждого он свой, вы почувствуете это, вам не нужна не будет чья-то похвала, там, не знаю, что-то одобрение, направление, там, вы все это в рот, я извиняюсь, отлюбите, как бы, и пойдете решать свои задачи и дела, как бы, и будете кайф от этого получать, а чаечкам это выгодно, ребята, она же тебе продает свою писечку, понимаешь, под этим видом, типа, вот, а девочка сможет тебя, смотивировать тебя, направить куда надо, там, типа, да, похвалить тебя, чайки, я вас умоляю, вы знаете, что я сейчас говорю правду, и вы кайфуете таких мужчин, которые не нуждаются, ни в одобрениях, ни в похвале, ни в чем, а которые идут и рвут эту жизнь просто в клочья, те самые пресловутые горы свергают, ради себя и своих целей, и вы течете от таких мужчин, и вы это знаете, а вот этот вот Масюсик, который встал на коленки, голову вам на коленки положил, такой, погладь меня, пожалуйста, я устал, у меня начальник на работе ругает, и вот, вы же, вас же воротят от таких мужчин, нет, у вас может в моменте проявиться материнский, вот этот вот инстинкт, да, инстинкт спасителя, вы там, типа, да, да, мой сладкий, но течь от этого мужчины вы не будете, у вас будет желание помочь, там, да, как-то даже защитить его, прижать к себе, типа, у тебя мой сладкий, сейчас тебя пожалеют, да, но течь вы не будете, и вы лучше меня это знаете, чаечки, в общем, ребята, подписывайтесь на закрытую группу Телеграм, там много такого подобного контента я публикую, интересного, ребята, и которого нет на Ютубе, вот, что еще сказать-то, да, в принципе, все, прекрасного всем дня, и хорошего настроения.